Всем привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Даша. Я веду канал о жизни в Словакии, в Европе и о различных карьерных возможностях. Буду рада вашей подписке. Сегодня я расскажу вам о том, как я поступила в университет в Словакии без каких-либо экзаменов. Просто меня взяли за то, что я молодец. Расскажу вам подробнее в целом, стою своего поступления, какие были условия, правила приёма, как долго я готовилась к языковому экзамену, как это всё выглядело. Поэтому сейчас готова с вами поделиться этим. Во-первых, хочу сказать, что перед тем, как поступить в университет, я один год обучалась в языковой школе. По идее, за это время, за этот год, я должна была достичь уровня B2. Ну, скажу так, сертификат я получила. Конечно, я сдала этот экзамен. Не все у нас в языковой школе его сдали, но я сдала. И я не думаю, что у меня действительно такой бодренький B2. Вот, что касается понимания, я, наверное, понимаю на уровне C1. Просто всё уже. А вот, что касается говорения, нет. Ты не начнёшь внезапно говорить через год, как просто настоящий Словак. Я сейчас обучаюсь на первом курсе в университете Кирилла и Мефодия в Турнаде. Это в целом считается хороший университет. Не такой хороший, как главный университет Словакии, а это университет Каменского и СТУ, Словенско-технического университета. И, соответственно, есть ещё хороший университет, Жилинский университет. Вот, обычно поступают вот в эту троицу. Почему я выбрала этот универ? Во-первых, потому что он принимал без экзаменов. Спустя полгода обучения в Словацком, ты не сдашь никакую биологию, там, не знаю, химию или что-то ещё на супервысокий балл. Вот на свинской школе был мальчик, который, ну, хорошо знал математику, но просто, я думаю, из-за того, что он не такого уровня, он не так всё хорошо владел языком, он, соответственно, сдал её там на 50 баллов, по-моему. Это было достаточно для того, чтобы поступить в Жилинский университет, но я просто запомнила, что даже он не сдал. Нифига себе, он целый, наверное. Самый умный мальчик нашей языковой школы, нашего потока был. Вот, соответственно, сдать вступительный экзамен действительно очень тяжело. Многие поступают, конечно, и в медицинский, и всё. Просто я не хотела так запариваться. Так как я уже имею один бакалавриат, то есть мне уже 24 года был момент поступления в универ на первый курс, то я просто не хотела вспомнить, что там было в школе, потому что, само собой, я уже не помню ни химию, ни биологию. Моё главное условие было, чтобы там могли принимать без вступительных. В целом, в Словакии распространена такая с тем, что тут практически во все вузы вступительных, и даже там в Каменске, в УСТУ, на многие в культе ты можешь поступить без экзаменов, если на то количество бюджетных мест, которые у них есть, подалось меньше студентов. Это очень распространенная ситуация, только на всякие популярные медицины, там IT. Год от года ситуация меняется, но, скажем так, если в предыдущих трех годах не было вступительного, то вряд ли он у вас появится. То есть сейчас не такой огромный поток студентов в Словакию едет. То есть если вы поступаете ни в УСТУ, ни в Каменского, и ни в Жилину, вот тогда вас примут практически, там, не знаю, 95%, что вас примут. Вопрос в том, сможете ли вы обучаться. Главное условие для поступления именно в мой университет. В каждый университет условия меняются. Вот мой универ требовал сертификат B2 словацкого. Я подалась, и мне сказали, донесите потом как-нибудь сертификат. Я вот уже полгода обучаюсь, меня зачислили нормально без этого сертификата. И я потом как-то так вот у людей спрашиваю. Некоторые как будто без этого сертификата поступили, они просто подались и их зачислили в учение. То есть, скажем так, Словакии, они в целом как будто бы не те люди, которые будут цепляться с формальности. Конечно, это только мой личный опыт, пожалуйста. Вот, не будете за то, что так считаю. Вот, но Словакии, они в целом не любят как будто бы формальности. То есть, чаще всего со Словакой можно договориться просто на основе здравого смысла. Я просто очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что я забыла какой-то документ, у меня чего-то нет. Ну, как любого человека принес, не то, что нужно. Ну, и всегда Словакии идут навстречу. Вот, не знаю. Есть более, наверное, принципиальные люди. Вот, Словакии как будто понимают, что ты в адеквате. И, там, донесешь потом, все будет хорошо. Не знаю. Но есть университеты, естественно. Вот, насколько я понимаю, Жилинский, он прям, например, более строго это принимал. Нужно обязательно было сдать экзамен. То есть, вот у меня тоже знакомая. Она сдавала онлайн, получала сертификат, и вот сертификат отправляла. Но, не знаю, не знаю. Не буду ничего говорить. Лучше всегда ориентируйтесь на те строгие правила, которые написаны на сайтах университета. Я советую так. Так, кто чувствует, что он хорошо знает язык, и при этом сам по себе, например, у себя на родине был отличником. Именно, не просто был отличником, а был именно таким полуолимпиадником или олимпиадником. То есть, таким вдумчивым человеком. Потому что, чаще всего, на словацком будет что-нибудь непонятное. И вот нужно будет допетрить самому, что же там имел учитель. Самому разбирать, чем много материала дома. Обучение на родине и на своем родном языке, это не то, что обучение в другой стране. Короче, советую всем, кто такой упорный, неленивый, такой хардкорный ученик, идти либо в Каменском, либо в СТУ. Можно в Жилинский. В Жилин мне говорят, что там хорошие более условия для рабочих мест, но мне кажется, что и в Братиславе все вообще замечательно с рабочими местами. В маленькие города можно поступать, типа, там Тернавы, Жилины, там, где, например, 100 тысяч человек. В Словакии это считается крупным городом, но мне кажется, что те люди, которые там жили в России, хотя бы где-то там 500 тысяч человек, города 200-300, даже на этом контрасте будет казаться, что прям перелечаешь в деревню. Те, кто предпочитает мегаполисы или хотя бы там более-менее развитые города, то я вообще бы сказала, не советовала бы ехать в Словакию, но так тогда однозначно выбирайте Братиславу. Потому что все остальные, они будут такие тихие, тут иногда будут проходить такие новогодние романтичные ярмарки в центре города, там фестивали, но все это все, ну, очень спокойно, то есть, не знаю, главный досуг будет, не знаю, ходить в магаз. Тех, у кого технические специальности, ходи, идите, конечно, в Словенский технический университет, лучше не придумаешь. Тех, кто, например, хочет техническую специальность, но боится идти в СТУ, потому что в СТУ очень много отчислений. То есть, там, конечно, наверное, будет, возможно, чуть выше уровень образования, чем, например, в моей УЦМ, в нашем Кириле-Мефоде. Я не знаю, я не могу это сравнить, но там будет процент отчисления просто больше, и я бы на вашем месте бакалавриат, например, закончила в хорошем, но не топом универе, типа, не знаю, вот в моем УЦМ. Ну, я бы взяла университет, куда легче поступить, закончила бы там бакалавриат, уже наловчилась говорить на языке, вот это вот все, а потом шла в магистратуру, например, в Братиславу. Потому что, конечно, иностранцам намного легче найти работу будет в Братиславе, как минимум, там будет международной компанией. Конечно, если вы находитесь в совсем каком-то малютке, городочке, в Словакии, то очень сложно будет найти работу, ну, по своей специальности. Хотела бы для начала рассказать немного формальности, про то, что именно необходимо для поступления в Словацкий университет. Во-первых, это знание словацкого языка. Если ты знаешь словацкий язык, то ты можешь обучаться бесплатно на любых программах обучения по-словацки. Здесь есть программа обучения на английском, но, насколько я знаю, стоят они дороговато. По-моему, сейчас цену подняли от 3000 евро в год. Во-вторых, на самом деле, иногда программа написана, что они существуют на английском. По факту, там не набирается достаточное количество людей и не запускается эта программа. То есть, вот, например, у нас так вот на биологии, что у нас было указано, что вы можете вступить на англоязычную. По факту, нет такого варианта. Во-вторых, нужно подготовить документы. То есть, настарифицировать свой аттестат. Подать заранее приглашку. По сути, приглашка — это заявка. Заявка на поступление в университет. Ее отправляют либо электронно, либо посылают в университет. Чаще всего ты отправляешь сначала онлайн приглашку, то есть, заявку рассматривают, и потом, если там... Потом тебе приходит, ну, некоторая отмашка от университета, что вот, да, можете посылать документы. Ты их посылаешь, вот, оригиналы им туда. Либо можешь им донести. Конечно, нужно настарифицировать диплом. Для того, чтобы настарифицировать диплом, нужно, чтобы ваш аттестат перевели на словацкий и сделали эквивалент, что там вот эти оценки, которые есть в вашей стране, в вашем дипломе, они примерно равны вот таким-то оценкам в Словакии. Потому что именно на основе аттестата иногда бывает конкурс в университет. Эта процедура так сугубо формальная, то есть, вот, и настарификация в Чехии, это значит, что ты будешь давать экзамен по нескольким предметам. В Словакии ты просто отдаешь свой аттестат, его переводят и говорят, ваша, там, пятерка, это наша единичка. Все. Что касается ВНЖ, виз и так далее, все зависит от того, находитесь ли вы в Словакии или еще нет. Потому что, если нет, то, вероятнее всего, вам нужна виза, которая выдается с целью получения ВНЖ в Словакии. То есть, это такая трехмесячная виза, вы приезжаете в Словакию и подаете иммиграционную полицию на ВНЖ уже непосредственно. Там пакет документов собираете необходимый и, соответственно, удачно подаете. Это такая относительно несложная процедура. Возможно, вы уже обучаетесь в языковой школе в Словакии и, соответственно, вам вообще не будет представлять сложности прогресса ВНЖ. Что касается меня, то я сначала год имела визу, которая выдается с целью обучения языку, то есть, так вот, для языковой школы. А потом подавала здесь ВНЖ. Некоторые школы уже сразу выдают ВНЖ. В Словакии подача заявок в университет начинается примерно в марте. Потом, естественно, они их обрабатывают. Обработка может занимать довольно долгое время. Но где-то примерно в мае-июне чаще всего уже есть ответ. Потом еще можно подать приглашки иногда на тех программах, где, например, недобор они продлевают и публикуют это на сайте. Как вам пришел ответ университета, готовы ли они вас зачислить, вас приглашают на определенную дату. Вам приходит, во-первых, такой документ прямо на ваш адрес Словакии, что, мол, вы приняты. Можете приходить зачисляться. Вот эта дата, вот этот день называется такой день записа. Запись это как разочисление. И вот после того, как вы подпишете все необходимые документы, вы не счете все, что вам необходимо. То есть это может быть языковой сертификат, ваши документы о прошлом образовании и так далее, и так далее. Вот после того, как вы подписали все документы на этом запись, то тогда вы просто уже являетесь, по сути, студентом. Вы сразу оплачиваете АСИК. И АСИК это, соответственно, такой студенческий, который дает скидки. Ну и ждете 1 сентября, когда уже вы станете стоящим студентом уже официально. Обычно учебный год начинается примерно в конце сентября. Вот в этом году у нас начинался 25 сентября. Поступить можно примерно где-то до августа. Для тех, кому необходимо общежитие, лучше поступать в первую волну и вообще как можно раньше. Потому что подача на общежитие происходит не в то же самое время, когда вы подаетесь на университет. То есть вас это должно сначала принять, а потом во внутренней системе университета, когда вы уже зачислены. Вы подаете заявку через их электронную систему. Идет обработка. И после вам дают ответ, нужно ли вам судорожно искать квартиру. Не могу сказать, что слова эти проблемы с общежитиями, но периодически, как будто бы людям не хватает мест. По крайней мере, не знаю, среди моих знакомых были люди, которым под тем или иным причинам не дали общежитие. Первое, это то, что если вы младше 18, вам не дадут. Причем при этом вам не дадут ни общежития, и вам будет проблематично снять квартиру. То есть вам надо будет искать своими родителями, вероятно, какого-нибудь арендатора, который там будет готов. Во-вторых, просто иногда мест слишком мало для всех абитуриентов, и многим не дают. И нужно повторно, можно сказать, поскольку вам отказали, вы можете повторно податься и достать там всех в университете, чтобы вам точно дали общежитие. Ну, это увеличивает ваши шансы, но не на 100%. И мне кажется, что обычно это все выясняется где-то в сентябре, в первых неделях обучения. И вместо того, чтобы сфокусироваться на начале учебы, студент может беспокоиться за свое проживание. У меня, например, одна группница словачка, ей просто не дали общагу, и она просто из своей деревни вот так 3 часа туда, 3 часа обратно. Просто у человека весь день уходит на дорогу. Но потом ей все-таки дали, после нескольких прошений, ей все-таки дали общагу. Но я думаю, вот человек ездил месяц просто в этот универ бедняга. После того, как вы зачислены, получили общежитие или нашли квартиру, вы можете начать обучение в Савадском университете спокойно и с радостью. Я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал. Всем удачи в реализации ваших мечт.